Всем привет! Я всех приветствую на своем канале. Я сегодня к вам со своей старой тематикой шоппинга. Я понимаю, что многим сейчас это неинтересно и неактуально, но что я могу сделать? Кому неинтересно, неактуально, я никого, так сказать, не прошу смотреть это видео, а оставайтесь со мной те, для кого эта тема не то чтобы актуальна, но вот я вам хочу сказать, для меня шоппинг – это антидепрессант. Когда у меня уныние, какой-то сумбур в голове, какие-то неприятности, какое-то что-то, что я хочу как-то отвлечь, отвлечь себя, свои мысли, свою голову, чем-то, я делаю шоппинг. Ну, вот такие вот мы женщины, не все, а я вот такая. Вот, я думаю, что у меня очень много есть соратниц, я не знаю, как сказать, других женщин, для которых тоже шоппинг является вот таким вот, знаете, отвлечением и тем, что помогает нам как-то вот немножко думать о чем-то другом. И я хочу вам сказать, что даже если вот я, например, когда была в ситуации, что я не могла делать сама шоппинг, а у меня таких ситуаций было в жизни очень много, я очень часто находилась в ситуации, когда я не могла потратить копейку на себя на шмотки, не то чтобы там покупать что-то, а вот реально, знаете, я… много чего у меня было в жизни, поэтому я знакома с такими ситуациями. И меня очень отвлекало то, что я смотрела, как шоппинг делает кто-то другой. Я видела, смотрела, как кто-то ходит по магазинам, перебирает одежду, примеряет, и меня это отвлекало, если честно. И мне не вызывало это ни раздражение, ни зависть, ни какого-то чувства несправедливости, вот почему она это делает, а я не могу, но для меня это было вот так. Поэтому я сегодня свое видео снимаю для тех, кто хочет посмотреть, отвлечься и как-то прийти в себя немножечко от того, что происходит сейчас. И я надеюсь, что вы не будете на меня очень серчать за это. Давайте начнем. Значит, я понимаю, что для очень большой части моих зрителей те магазины, о которых я буду рассказывать, они сейчас закрыты и недоступны. Давайте не будем на этом фокусироваться, а я буду просто показывать то, что я купила, без там показывания цен, особенно состава материала, потому что я понимаю, что это вообще не актуально сейчас никому. А кроме всего прочего, я хочу сказать, что большинство своей одежды я купила не в этих магазинах, а в стоковых магазинах, которые у нас называются Течи Макс, Виннерс или Маршалс, которые, в общем-то, в принципе, вот закупают какие-то остатки из этих магазинов, масс-маркета и продают их. Кроме Массима Дути, несколько вещей из Массима Дути я купила прямо непосредственно в Массима Дути, а всё остальное, это Манго Зара Кос, я купила в стоках, в стоковых магазинах, а не в самих магазинах Манго и Зара, поэтому... Вот, значит, и давайте прямо перейдём сразу. Вот первые две вещи, это на мне. Значит, внизу вот это платье от бренда Манго, я потом вам его покажу поближе, оно очень красивая расцветка, и на мне сверху надет пиджак от магазина Зара. Это размер смол, видите, у меня ещё есть этикетка. Купила я его за 24 доллара в стоковом, опять же, магазине Маршалс. Это наш магазин американский, вы, наверное, знаете. Ну, их американский и наш канадский. Их американский, которые у нас в Канаде продают, тоже работают. Рукава невероятно длинные, поэтому я их закрутила. Пиджак очень универсальный, очень красивого голубого цвета. Я вот его гладила, гладила, так и не отгладила, потому что в этих стоковых магазинах всё вот такое вот мятое, жёванное. Ну, не всё, но многие вещи. Поэтому я, в общем-то, пыталась его гладить долго и упорно, но как получилось, так получилось. Очень объёмный, очень большой пиджак. Это для смол размера он, конечно, гигантский. Но, видите как, я считаю, что он очень хорошо... Я надела его с этим платьем, потому что в этом платье есть какие-то голубые вот такие вот цветочки. Я подумала, что это будет неплохо. Но просто на самом деле, конечно, хорошо его будет носить с джинсами летом, с белыми брюками. Он летний, он тонкий, он такой какой-то шелковистый. Всё синтетика, конечно. Вот, и очень большой, объёмный и длинный, так сказать. Что хорошо, что он очень всё закрывает, прикрывает. И мне кажется, это очень классно, потому что его можно надеть на любую вещь. Вот даже с какой-то летней там джинсовой юбкой, с какими-то шортами. И очень будет хорошо всё прикрыто-закрыто. И будет классно, потому что он длинный, широкий и, в общем-то, довольно лёгкий. Он летний, просторный такой и лёгкий пиджак. Мне нравится. 24 доллара, я считаю, что хорошая покупка. Кстати, у него есть плечи довольно-таки хорошо вшитые и плотно сидящие. Поэтому создаёт такой, знаете, плечи, модный такой силуэт 80-х. Вообще, он очень похож на пиджак из 80-х, который я помню, когда в начале 90-х у меня были вот такие вот пиджаки. Вот такие прямые, широкие, длинные, вот с такими вот плечами. Просто 80-е, 90-е, как называется, рулят. Следующая вещь – это платье. Это платье от бренда Mango. Купила я его за 20 долларов тоже в магазине Marshalls. Кстати, стопроцентная, нет, нет, не вискоза, синтетика, по-моему, синтетика. Вискоза – это я купила другое платье из Mango. Я его сейчас вам покажу. Очень красивое платье. Очень красиво сидит по фигуре. Бесподобная расцветка. Здесь вот такая вот, знаете, шнуровка. Причём её можно зашнуровать вот до сих пор, но я, конечно, это не буду делать. Вот такой вот рукав красивый. Бесподобная красивая расцветка. Оно довольно длинное. Вот такой вот длины. Я очень хочу носить его с поясом. Девочки, не говорите мне, что не надо всё носить с поясом. Я знаю, что всё не надо носить с поясом, но... Мне нравится носить много чего с поясом. Мне кажется, что пояс в данном случае, он как-то вот разбивает вот это, потому что оно такое прям, знаете, всё такое... Одна такая, знаете, как будто колонна такая, а не платье. И мне кажется, что если надеть пояс, почему я нашла бордовый под цвет вот этих цветочков здесь, мне кажется, что с поясом хорошо. Оно как-то вот... Ещё хорошо будет с сапогами, я думаю, лучше, потому что я так примеряю его с этими... С аннушками, с такими, но... Оно довольно длинное. Знаете, я бы его немножко отрезала, подкоротила. Мне кажется, было бы оно... Выглядело бы лучше, но оно сидит красиво. Подчёркивает фигуру. По-моему, размер medium. Опять же, поскольку это всё из стоков и из каких-то остатков прошлогодних, позапрошлогодних каких-то коллекций, я особо даже не заостряюсь на том, какой это состав, какой это размер. Вот просто рассказываю. Стоила она 20 долларов. Я думаю, что в магазине Манго она стоила намного дороже. Вот. И давайте перейдём уже к следующему платью. Прежде мы перейдём к следующему платью. Хочу вам показать вот такой вот жакет, кардиган. Это, кстати, тоже я купила в Заре. Это не из стока, а куплено в Заре. Вот для тех девочек, для кого Зара доступна, рассказываю. В Заре всегда есть, так называемые, special prices. Или какие-то mid-term сейлы. То есть, это между сейлами и распродажами всегда есть какие-то специальные предложения. И вот сейчас там есть некоторые вещи. Там есть обувь, там есть шерстяные какие-то свитера. Что-то ещё. Брюки какие-то. Ну, в общем, не важно. Короче, вот этот вот кардиган, который мне очень понравился. Я купила не то 24, не то 29 долларов. Я точно не помню. Это уже вот нынешняя коллекция. Опять же, скажу для тех, кто может покупать в Заре. Это сейчас у них есть. Но тоже надо поймать. У них на веб-сайте онлайн я его ловила. Он есть, по-моему, такого цвета ещё розового. Это размер medium тоже я купила. Видите, он такой интересный вот так запахом. И вот сейчас я вам покажу. Завязывается вот такой. Понимаете, да? То есть вот две такие половинки, и тут две завязки. И потом вот это вот как-то вот так вот надо красиво завязать. Это немножко муторное дело. Но, в общем, можно это делать. Ничего такого страшного. Он такой пушистенький. Конечно же, синтетика. Очень тёплый. В нём очень жарко. Не к лету вещь куплена. Но, в принципе, на следующую зиму будем считать, да? Ну, а теперь перейдём к следующему платью. Это платье тоже из магазина Mango. Не-не, не из магазина. Это из Marshall's тоже. Но оригинальное платье продавалось в Mango. Причём, как вы знаете, я вам говорила, что в Канаде магазины Mango практически все закрылись. Кроме во Французской Канаде, в Квебеке, есть, по-моему, один магазин. А в Антарио в магазинах Mango нет. Но у нас в магазине нашем Hudson Bay, это такой наш универмаг, большой очень универмаг, известный канадский, есть корнер, который продаёт изделия магазина Mango. И я так понимаю, что ведь, видимо, оттуда остатки перекачивают уже в эти в стоке Marshall's, эти G-Max и Winners. Короче говоря, значит, это платье. Вот это платье сделано из стопроцентной вискозы. У него очень красивая ткань, такая немножко с блеском, с такими вот, знаете, золотистыми, я бы сказала, такими разными горошками. И очень интересно сделано, значит, здесь вот этот пояс, он вот тут вот вшит. Я вам потом развяжу, покажу. Он вот здесь вот вшит в бока, и его нужно завязывать назад и вот так вот нахлёст сюда. Два кармана, что очень приятно, длина вот такая вот хорошая, приятная длина, очень приятное платье. Очень такое универсальное, оно не очень тонкое, красиво такой, видите, рукав, цельнокрульный, по-моему, это называется, да? Манжет, нет, никакого манжета, обычный. И сзади там на пуговице оно застёгивается. В общем, красивое платье, приятное, симпатичное. Можно тоже надеть сверху какой-то пояс. Я немножко с ним, знаете, запуталась, потому что у него, видите, как оно сделано? Вот здесь вот так вот. Вот оно прямое, и здесь вшит, вшит вот этот пояс, и здесь вот такие вот эти шлёфки, называются штуки, куда этот пояс продевать. У меня немножко роста не хватает, даже не роста, а вот длины туловища, потому что, видите, если я вот так завязываю, это получается немножко низко. В принципе, мне надо его вот так вот поднимать, вот так, оп, и даже если не продёргиваться в эти шлёфки, а просто вот здесь вот, вот так вот завязывать. Сейчас я посмотрю в зеркало, хорошо ли я завязалась. Да, нормально. Ну, в общем, как-то так. Я даже, может быть, их отпарю, эти шлёфки, потому что они не совсем на мой рост хорошо подходят, а пояс вот так вот немножко поднимая, вот так вот здесь сверху это платье, получается хорошо. В принципе, можно и свой пояс любой, сверху просто вот на этот можно надеть любой пояс. У меня есть даже такой золотистый пояс, нарядный, можно сделать его платье более нарядным. Смотрите, вот такой пояс, вуаля, и оно становится более нарядное. Да, ничего симпатичного, правда? И, в общем, ну, как бы совсем выглядит по-другому. Он такой золотистый пояс, подходит под эти вот штучки здесь, ну, короче. И вот этот чёрный пояс, оригинальный от Мати, он так, в общем-то, прячется вниз под этот пояс, и, в общем, можно вполне так себе, вполне можно ходить. Это платье вы наверняка многие помните из моего шоппинг-лога в Массиме Дуте, одного из них. Я тогда его примеряла, я не помню, оно было на селе или оно имело полную цену. Ну, вот, длина ужасно длинная, мне, конечно, всё это надо коротить, подкорачивать, потому что, ну, прям практически в пол. Хотя у меня совсем невысокий каблук, и, в принципе, если надеть каблук повыше, то оно будет выглядеть лучше. Я и не имею эту каблук, допустим, какие-то босоножки на танкетке вот к нему хорошо подойдут. Кстати, предыдущее платье, вот это из манго, слушайте, я не помню, ну, по-моему, это размер был мидиум. Нет, это был размер смол, я помню, что размер был маленький, и я тогда удивилась, что оно, в принципе, довольно такое объёмное. Но это, опять же, неважно, опять же, повторюсь, я же не показываю вам вещи, что вы сейчас пойдёте их купить, потому что даже если бы у вас были доступны эти магазины, то эти вещи всё равно из прошлогодних каких-то коллекций и куплены в стоках, поэтому просто показываю, вот, шоппинг-терапия. Так вот, вот это платье, я его примеряла, мне оно очень понравилось, вы помните, мы много про него обсуждали, говорили, и я хотела очень его купить, но оно было довольно дорогое, по-моему, оно тоже из вискозы, и потом оно вышло на распродажу, тоже ещё было не очень дешёво, в общем, короче, я даже не помню, за сколько я его купила, что-то там около 60 или 70 долларов оно стоило в конце концов, и я, значит, сломалась, и вот решила его купить, потому что мне оно очень понравилось тогда, когда я его примеряла, и я решила, что на лето это очень хорошее платье, классное, и вот очень мне оно хорошо будет как раз летом носить, потому что вот эти вот рукава широкие, карманы, вот платье всё такое широкое, свободное, лёгкое, прекрасно, прекрасно, потому что летом, когда жарко, вот самое то. Долго останавливаться не буду, потому что вы его видели, вы его знаете, это платье, если вы не видели, то посмотрите, у меня есть много блогов из Масима Дути, один из них, вот я там примеряла это платье. Масима же Дути же, я купила ещё такое платье на лето, тоже с карманами, тоже длинное, я, кстати, хочу сказать, что несколько дней назад прошёл Оскар, церемония Оскара, награждение, и там очень много было платьев, вот таких вот по фигуре, и вот такое вот резное, и широкая вот эта вот юбка. Но это такой классический фасон для платьев на красную дорожку, тут мы, конечно, ни к чему такому не призываем, мы не претендуем, боже упаси, но, кстати, это тоже, по-моему, размер small, потому что оно, видите, оно довольно такое большое, и это, по-моему, чистый хлопок, так, тоже что-то 50-60 долларов я за него отдала, и оно тоже очень длинное, мне, конечно же, надо его подкоротить, потому что оно очень большое, очень длинное, но вот здесь вот всё вот очень хорошо, тоже, кстати, можно с поясом его, да, мне кажется, что, ну, девочки, не говорите мне, пожалуйста, про пояс, я люблю, я же не говорю вам, что вы всё должны носить с поясом, я себе надеваю, так, как мне приятно, и так, как мне нравится, и так не хочется это носить, ну, в общем, можно так, можно так, можно как хотите, может быть, действительно, в этом случае пояс мне очень нужен, или нужен пояс другой, но мне кажется, что всегда пояс подчёркивает фигуру, что, понимаете, вот так мешок, а так уже женщина. А так, женщина в мешке. Ну, опять же, когда жарко, знаете, летом так не хочется себя ничем сковывать свои движения, мне кажется, очень даже неплохо. Цвет красивый, правда? И здесь у него застёжка, вот до сих пор, планочка такая, там фуговица скрытая. Такое платье. Летнее, летнее на лето очень хорошо, я считаю. Ещё я купила в Массимо Дути пиджак, это пиджак ляной, лён, чистых лён, подкладка вискоза, очень красиво, хорошего такого цвета, ни броски, ни куда, как бы, ни бросается ни в какие глаза, его можно носить с чем угодно, тоже с джинсами, с шортами, с белыми брюками, то есть, совсем чем угодно. Вот этот вот пиджак, он абсолютно такой, знаете, нейтральный, в первом мире, всегда его можно носить везде и всюду. У него такая лёгенькая полосочка здесь идёт, и это тоже, по-моему, был размер 38 или 40, что-то такое. Сейчас я посмотрю. У меня живота чекетка. Да, 38 размер, стоил он 280 долларов, а сейчас он стоил, я его купила за 90. Ну, для чистого ляного пиджака, это, кстати, из того же, помните, я купила такой терракотовый пиджак шерстяной за 90 долларов, а ещё у них были вот эти вот ляные пиджаки, тоже он стоил 90 долларов, очень хороший состав, как всегда, у меня очень длинные рукава, я всегда их заворачиваю, потому что у меня всегда-всегда мне рукава длинные. Ну, вот такой пиджачок, симпатичный. Платье из кос, купленное не в косе, а тоже в магазине Marshalls, за 40 вам долларов, 39 оно стоило, в магазине кос оно стоило 235, у меня есть косовская этикетка, тоже очень длинная, конечно, похожа немножко на голубое платье из Массима Дудь. Пардон, забыла, что где купила. Так вот, оно немножко такое прозрачно, но на нем есть подкладка, в нем есть ещё одно платье внизу, здесь такой замочек, вот это можно так больше немножко расстегнуть. Летнее тоже платье, синтетика, не знаю, почему в кос такие цены, почему синтетическое платье в кос стоит там 235 долларов, я считаю, что 40 долларов для него это красная цена и тоже как бы дороговато для синтетического платья, но мне просто вот понравилось, ну, потому что кос, ну, в общем, я люблю косы, в общем, тут вот оно такое строгое, красивое, хорошо сшитое, всё-всё-всё. Тоже думаю, что можно носить его с поясом, девочки, а можно и без. Пояс пока у меня тут один, бордовый, который вообще ничему не подходит, но вот я его принесла, и он у меня здесь находится в комнате и подходит к моим бордовым косоножкам. Вот, ну, вот видите, да, с поясом тоже очень неплохо. А, кстати, я бы хотела показать это платье, как оно сзади сделано, сейчас, секунду. Видите, как платье Кармен, оно сзади сделано, вот у него на спинке вот такая вот резинка. За счёт этого оно, как бы, сильно очень облегает, но при этом не сильно дает. Ну, в общем, вот такое платье из кос встроенит меня, мне кажется, очень, ну, мне кажется, его надо тоже подкоротить или носить с какой-то высокой платформы. Даже очень симпатичный, интересный такой красивый цвет, такой защитный, тёмный, но не чёрный, а такой, знаете, интеллигентный, правда? Платье немножко шок-контент. Смотрите на него, да. Платье очень необычное, я видела его в кос. А, это тоже из кос, купила тоже за 40 баксов в Маршалс, при его цене 175, по-моему, оно стоило в косе. Я видела его в кос, из чего я могу сделать вывод, что это не поза-поза, поза какая-то прошлогодняя, это прошлогодняя коллекция, я помню его с прошлого года в кос. Я, они были нескольких цветов, вот такого были, знаете, ментолового, такой бледно-ментоловый, по-моему, был ещё какой-то чёрный, не помню, короче говоря, вот такое вот оно странное, вот это всё здесь вот так, вот это всё так зашито, пришито. Я вам хочу сказать, платье очень своеобразное, но оно имеет место быть, мне кажется, знаете, ну вот среди миллиона похожих платьев, мне захотелось его иметь, потому что мне кажется, что оно очень сильно отличается от всего того, что у меня есть. Я не знаю, видите ли вы, что здесь происходит, значит, здесь как-то всё вот это вот зашито и ушито. В общем, вот такое платье, немножко странное, я понимаю, немножко не с этой обувью надо носить, немножко странная длина, но вот мне нравится оно, девочки, люблю я необычные вещи, и оно такое, видите, здесь как-то всё вот. В общем, знаете, с чем хорошо? Мне кажется, вот с этой вот, вот с этой кофтой из Зары, которую я прикупила, очень подходит цвет. Потому что, а нет, вы знаете, мне кажется, неплохо. Смотрите, да? Прикольно, правда? Мне кажется, что прикольно. В принципе, тогда получается, что это как будто бы юбка. И вот даже когда сверху что-то такое приталенное надето, и даже, может быть, с каким-нибудь пиджаком. И вот это вот всё, вот эта вот интересная конструкция, это такая, знаете, конструктивная деконструкция, конструкция, деконструкция, не знаю, как это называется. Ну, в общем, вот такая вот интересная юбчурка получается, как платье. Всё, дорогие мои друзья, вот такое у меня сегодня видео, вот такой у меня сегодня влог покупок. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что я вас развлекла, надеюсь, что немножко подняла вам настроение, дух. Весна уже совсем близко, хотя у нас сегодня выпал снег. И температура минус 9 градусов, но через несколько дней уже будет плюс 15. Поэтому вот будем надеяться, что всё будет замечательно и прекрасно. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока-бай. Субтитры подогнал «Симон»!